что-то сделал вот генератор 1 качает эту теплую ТЛ1 первичную тут как обычно эта пушка тут пушку 8 влотков над плечом два транзистора пушку ту-два в параллель пушку питается от этого 65 ватт 18,5 вольт 3,5 ампер трансформатор тесла питается от этого импульсного блока питания 60 ватт 14 вольт там на регулированное напряжение на 14 вольт дальше конденсатор между плюсами и минусом для сглаживания подцепил на одно плечо на второе плечо вот этот конденсатор подцепил вот между минусом и плюсом это пушку вот эта скважина это частота это более точная частота вот этот трансформатор тесла на cd 4046 это частота это пока ничего не используется это можно подключить чтобы импульс не для импульса формирования если понадобится вот эта вся часть вот там она где вот стоит вот от этой обмотки тут не знаю сколько витков может 70 идет один конец на нижний конец вот этой лаковой обмотки второй конец второй конец лаковой обмотки потом намотан в эту съемную нужно даже витки посчитать идет съемная на конденсатор и на нагрузку 230 вольт 116 ватт осером маде ин франте тут минус заземлен тут на минус а вот тут потом минус идет на этот минус и на этот минус который тоже с ним работает немножко просадка маленькая есть вот а чтобы хотел развязать чтобы не сгорел блок питания через дровь тут конденсатор еще сглаживающий это тоже сглаживает конденсатор уже для этого и вот тут тоже вот этот провод тоже идет тут идет 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 тоже на землю вот это как бы другой запасной вот так для всякий случай вот защитная цепочка стоит резистор вот сколько тут это 8 вольт или сколько конденсатор тут тут нет защитной цепочки она не нужна вообще-то сколько я уже работал без этих защитных цепочек и у меня все нормально все работало тут стеллограф и наконец вот тут подключаю чтоб смотреть стеллограмму такой в воздухе здесь и вот тут сделан ну ладно тут заземление 7 0 75 миллиметров квадратов провод он идет 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 и вот тут прикрепляется и на батарею вот там хороший контакт по идее ты там раньше проверял там на 500 ватт лампе там просадки не было было 230 вольт или 220 между фазой и заземлением ну тут пускул у меня сразу на резонанс настроен вот включаю вот тут включает пушку тут он не показывает что-то но он тут неправильно показывает этот там примет попорчен а только так что примерно знать какой ток потому что это 3,5 ампер он тут показывает сколько показывает где-то 6 ампер и теперь включу трансформатор тесла он уже мешкали слишком много именно энергии надо немножко напряжения там сбавить чтобы он мог вот эти вот все равно прибавки никакой не дает вот я как говорится нужно кратность частот так вот приближая руку и отдаляю можно менять чистоту трансформатора тесла хотя это как бы не так меняется можно строченько менять отойдет немножко от резонанса но все равно немного можно отойти ничего страшного не будет все равно будет синус на выходе так можно чистоту поменять намного потом пушкула чистоту тоже эти можно менять и можно еще один многооборотный поставить тогда тоже очень медленно там менять чистоту и тоже чтобы наградность попала и вот что у меня в чем плюс вот этой установки с двумя вот такими стоящими плюс в том что можно вот снять вот эту вот эту ерунду частота теперь будет другая вот включу трансформатор тесла вот он уже потребление 2 ампера уже не 6 ампер как было то есть он уже от резонанса отошел нужно теперь опять повысить частоту чтобы на резонанс полный вошел в общем тут что-то еще может заключить у меня телефон поэтому я не буду это делать теперь ну потому что транзистор так не особо греется даже не горячий пока уже становится этот горячий ну это просто радиатор там маленький этот теплые ели если без этого резонансного конденсатора этот выхлоп очень маленький будет она там вообще может не будет даже гореть вот тут теплая отмотка вот потом могу еще снять фольгу еще частота понизится и так я могу не надо мне витки отматывать и доматывать трансформатор тесла просто фольгу добавлять или убавлять могу частоту поменять вот я теперь попробую в общем показать как частота повысилась вот здесь теперь отошел от резонанса может быть камера и выключится потому что она при тесле нагло выключается вот включаю трансформатор тесла вот какое потребление 0,5 ампер где-то 0,6 ампер потому что от резонанса она уже отошла вот из-за земли даже не горит светодиод там еле эта лампочка горит вот так теперь я при вот он теперь буду повышать частоту и вот на потребление можно смотреть по потреблению видно когда на резонанс приходит вот потребление растет а потом начинает падать значит где самое большое там значит резонанс тут самое большое 5 ампер значит и все это немножко так гудеть начинает вот там ай этот диод не будет гореть потому что я другое заземление поставил хорошо был тут теперь у меня это заземление раньше было 5 метров 2,5 миллиметров квадратный провод теперь другой провод вот теперь какая чистота вот теперь какая чистота вот 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 Продолжение следует... Не получится показать нормальную шеститу, но этот мультиметр в документации написан на 100 кГц, поэтому он так мегагерц меряет. Хотя почему-то у него как мегагерц есть МБУКО, поэтому он предназначен не мегагерц. Иногда у меня, когда не было этого конденсатора, он так нагревался, что даже палец еле притронешь, уже пообжигалось. Уже дым шел от влаги пальцев, если он спотевший или мокрый. Тут они так еле теплые, потому что, видимо, резонанс от обратного ДС нагревался, когда не было резонанса и нагрузки. Так, нагрузка тут помогает и резонанс, и конденсатор. Сбавить потребление, наверное. То есть, добавить нагрев. То есть, добавить нагрев. Так, надо его подключить на нагрузку. Вот потребление, потому что маленькая, а вот лампочка еле горит. А теперь давай такого самого потребления добьемся. Оно увеличивает склаженность или уменьше часто. Вот оно все равно так само горит, потому что эта катушка лаковая, я измерял ее сопротивление. И она имеет 17 Ом сопротивления. И поэтому уже она начинает на сопротивлении пропадать ток. Уже как бы в без толку подключается дальше. Ну, в общем, как-то не вытягивает все это. Уже поэтому на выходе еле горит. Если делать воздушные катушки, так, похоже, конденсатор тут обязательный. Я бы сказал, что без него большую потерю. Разве что если обратную ВДС ловите или там собственные колебания катушки. Но когда нагрузка весит и собственные колебания, они сразу все пропадают. Это если только может все трансформаторы Теслы как-то так сделать, чтобы они не пропадали. Тогда может выйдет этот. Потому что там вот идут стоки вот так, потом спадины тут открыт. Потом выброс очень большой и колебания больше. А вот идут. Быстро бы могло быть с хорошим напряжением на лампе. Но лампа их не должна гасить. А вот тут стенка блох. Незасос энергии происходит. Ну шучу. Больше 5 ампер трансформатор Теслы употребляет. Можно еще частоту его повысить. Вот я включил. Он теперь будет от резонанса отошел. Поэтому мало потреблять вон. Уже 2,5 ампера. Теперь нужно накрутить на резонанс опять повысить частоту. Вот опять около 5 ампер. Чем выше частота, тем, конечно, меньше он будет все подымлять. А еще кое-что могу показать. Вот можно померить еще частоту. Вот 2,1 МГц. А так где-то если завесить этим барахлом, тогда где-то 1,8-1,9 МГц. Еще покажу. Подключаем эти все. Подключаю теперь осилограф к этим обмоткам. Покажу эти выбросы. Выбросы. 10 вольт клетка. Какие-то колебания есть. Так с нагрузкой их нет. Вот может трансформатор Тесла должен быть на эти колебания и частоту настроен. А этих колебаний частота где-то считал. Вот так может лучше будет считать. 10 микросекунд клетка. 3 амплитуды влазят. Это получается 300 кГц. Из-за их колебаний частота. Может в этот трансформатор Тесла надо на 300 кГц настроить? Ну, это, наверное, вот этой потушке кондуктора, этого первичной катушки, это колебания. Вот я рукой возьмусь и они будут пропадать. Вот так я рукой взялся. Появились какие-то другие колебания. Они как-то уже по-другому совсем. Оттуда почти ничего не значит, что я беру, что не берусь. 5. Иван. 5. Время. Иван. 7.